привет привет друзья мои сейчас вышла из дома иду и вспомнила что я не взяла не взяла свои права водительские мне же ехать надо хотела вернуться уже практически а потом знаете что подумала ну вот сколько езжу я здесь ни разу как говорится тут вот ни разу меня никто не остановил мало того вот у меня муж он ездил всю свою сознательную жизнь он ее долгую прожил и вот он мне говорил что он за 40 лет вождения каждый день ни разу никогда его не остановили чтобы что-то проверить или что вот представляете 40 лет вот так вот ну и я же не могу сказать что он был такой у меня все все соблюдал все было правильно у него да даже и нет много раз было такое что он и чиркал машину бывало носился как сумасшедший и машину однажды так чиркнул что у нас отлетело зеркало не знаю что случилось той машины потому что он помчался и даже не остановился ну вот тем не менее его ни разу никогда не ост не останавливала полиция за 40 лет я вот подумала какая красота надо же вот нам бы так как говорится да ну и я естественно пошла и вот без прав ездила целый день без прав ну не знаю тьфу тьфу называется чтоб никто меня не останавливал и не сглазил хотя вы знаете бывает такое что вот и никто не останавливает а присылает тем не менее штраф за превышение скорости вот у меня было так однажды ну это такие у меня вещи а вот кстати про мужа моего я удивлялась всегда он ведь ездил и частенько ездил такой выпивший за рулем вот это вот странная история которая меня всегда очень удивляла и настораживала потому что у меня муж выпить был любитель а вы знаете вообще-то здесь они ведь все вот так вот англичане они как-то в компаниях всегда все пьют вино слишком крепкие напитки как-то уже совсем вечером вот у них но тем не менее пиво вино всегда дуют они просто бокал за бокалом стакан за стаканом и вот частенько было такое что у меня муж так хорошо до обеда выпивал пиво наверное бутылку а потом в обед еще наверное чуть ли не бутылку красного вина он выпивал когда обедал и потом садился и ехал прекрасно за рулем вот не знаю что бы было если бы его остановили хотя тут говорят у них как-то допускается несколько бокалов пива или вот вина не знаю как что вам по этому поводу сказать но для меня вообще это это странно очень потому что бывало он мне даже однажды рассказывал такую историю интересную как они с его второй женой с которой он прожил по моему 25 лет вот передо мной которая у него была и они частенько тоже ездили на вечеринки вот и как-то однажды возвращаясь вечеринки но это он мне рассказал как такой вот знаете английский юмор я конечно хохотала сейчас вам расскажу что они настолько там хорошо на отдыхались на этой вечеринке тем не менее вернулись на колесах на машине он за рулем они пришли значит говорит идем через сад уже заходить в свою эту свое бангало и вдруг говорит жена мне говорит ой ой посмотри посмотри у нас возле двери ёжик ёжик надо же пришел ну и давай скорей давай за его по чем-нибудь покормим пока он не убежал и мы говорит зашли и жена бросилась сразу налила ему молока значит пошла в блюдечки поставила молоко но и они благополучно завалились спать утром просыпаются говорит что выходит у них там гостили как раз дети от его первого брака но и говорит они выходят тоже к завтраку поздоровались они спрашивают слушайте мы не поняли вы вечером пришли так поздно вы что пили молоко что ли не горит да нет мы не пили молоко а что случилось да потому что молоко стоит на улице возле входной двери рядом с щеткой для чистки обуви но то есть у них есть такие при входе вот у нас такие чистилки просто грязи есть а у них такие большие щетки засовываешь ногу жесткая такая щетина и счищается со всех сторон вот это значит грязь и вот такая щетка у них стояла для чистки обуви при входе и представляете какие они были хорошие что жена что он ну то есть выпивши очень хорошо что они перепутали щетку с ёжиком и даже молоком решили накормить ну вот когда он мне это рассказал я конечно очень смеялась но вообще как-то не очень смешно я говорю так вы же ехали на машине ничего себе как вот такой тонкий английский юмор да и кстати не только мне муж очень любил рассказывать это эту историю про щетку и про ёжика почти всегда в компаниях значит все по этому поводу очень веселились как они оконфузились что перепутали щетку с ёжиком но это такое лирическое отступление было у меня спрашивают опять же сколько у меня было мужей и и я вам обещала об этом рассказать так вот друзья у меня было мужей много два до моего английского мужа то есть вот васечка мой любимый первый потом вот женя спустя наверное восемь лет спустя семь лет до это уже женя был мой второй муж от которого у нас совместный ребенок моя дочка мы с ним прожили совсем недолго мы с ним прожили всего семь лет как то так получилось вы знаете что как там как там говорят обычно разошлись по обоюдному согласию да но жизнь у нас как-то сразу с ним не заладилось и я ну разошлись разошлись было конечно ужасно я никогда не думала что выходя замуж второй раз я уже была в таком возрасте что 28 лет как говорится было о чем подумать и я не думала что я опять разведусь но получается что инициатором второго развода была я потому что с мужем у нас вообще жизни заладилось так вот я помню первый раз я задумалась что о нашей жизни вот со моим вторым мужем женей что вообще происходило у нас как мы жили знаете когда у меня однажды спросила дочка ну ей уже на тот момент было наверное лет 13-14 вот такой вот знаете как раз пытливый возраст когда дети начинают интересоваться спрашивать а мы с мужем развелись когда ей было всего 6 лет она конечно очень тут расстраивалась переживала но развелись и развелись она жила со мной и и вот я прикладывала все усилия чтобы как-то не потерять связь с моим мужем бывшим чтобы он приходил потому что я видела что ребенок очень тоскует переживает ну а муж мой конечно особо как-то не проявлял большой инициативы чтобы прийти приходилось мне даже ему звонить и напоминать так вот дочка у меня однажды спрашивает мама скажи пожалуйста вот ты мне рассказывала что ты работаешь каждый день от звонка до звонка на своем проектном институте а вот папа у нас он же работал в таможне донор он всю жизнь проработал в таможне так вот а у него там такое такие были смены сутки через двое он работал и она мне говорит как мама так получилось что если папа работал сутки через двое значит он вдвое суток был вообще свободен полностью а почему из садика всегда забирала меня ты знаете вот она задала мне этот вопрос и я была настолько обескуражена я была настолько ошарашена что я подумала слушай а правда а почему так происходило почему я бежала мы тогда жили на левом берегу в архангельске это в общем довольно далеко было я работала в центре надо было ехать через мост через северную двину на автобусе автобус вечно битком восьмидесятые начало восьмидесятых годов не очень-то хорошее время как говорится и я как сумасшедшая прямо знаете со с низкого старта ровно в 17 15 у нас заканчивалась работа я помню и мы бежали просто я не знаю стометровку чтобы успеть на автобус и я приходила я всегда ее забирала последняя потому что еще ехать там 40 чуть ли не 30-40 минут и получалось что почти в 7 а в 7 часов это уже очень поздно обычно детей раньше забирали она у меня бедная одна стояла на крылечке когда тепло то еще ладно а вот когда темно и холодно и зима на морозе то это был конечно тихий ужас и я иногда даже бегала цветы покупала воспитателям чтобы они на меня особо не ругались что я вот так поздно дочку забираю я как-то даже никогда не задумалась представляете где были мои мозги как говорится а дочка моя маленькая она сразу это заметила она спросила почему всегда ты меня забирала где папа было у него же были свободные двое суток потом я как-то вы знаете занималась воспитанием своей дочки работой тогда у нас как-то я не знаю как-то тогда мы все были в работе с утра до вечера я не знаю почему ну и конечно же очень сложно было мне жить одной без мужчины посмотрите какой пес ко мне пришел пес ну боже мой вот целая свора опять собак бегает перебили меня посмотрите прогулки прогулки собаки так вот конечно же жить одной я никогда не предполагала как я всегда знаете вот задумывалась над своей жизнью и почему-то вот если бы наверное мне сейчас кто-то сказал что получится так что я останусь одна что у меня вот так вот будет неудачно сложится жизнь с моими мужьями с моими мужчинами я наверное бы даже вообще не поверила в это и и с этим человеком не согласилась да и сама я никогда представить не могла такого вот давайте на собачек посмотрим опять замечательных я этих мёк мосик я не знаю какая у них порода терьеры наверное ли кто вот это красавица нравится конечно очень очень красивая собака тоже я не знаю что за что за порода красавчик красавчик а вот тот тот второй это колли как вы видите обратили внимание что все большие собаки абсолютно спокойные а а маленькие шавки агрессивно пытаются тявкать и нападать о слышите вот это вот это как-то вот я всегда замечала чем меньше тем говнистее собаки не знаю что можно о других сказать но собаки то точно вот там еще одна бежит смотрите тоже какой-то по моему интерьер да но сколько тут у нас вышла на прогулку почему остановилась и показываю вам собак потому что все время просят и спрашивают мои мои подписчики мои зрители спрашивают про собачек тут кстати да у меня спрашивали еще по поводу бездомных собак если в англии бездомные собаки я наверное как-то плохо объяснила нет в англии никогда я не видела за десять лет каких-то бездомных собак которые бы жили на улице нет здесь такого нет бывает конечно что собаки теряются но тогда наверное в течение суток или двух их кто-то находит их замечают что они они прикаянные потерянные их отводят в к специальные здесь приюты и потом ищут смотрят может быть кто-то подал объявление что пропала его собака или что но если даже не находится хозяин то эту собаку оставляют в пути ищут ей нового хозяина и потом этого хозяина находят чаще всего передают в новые руки вот но если не находят хозяина по какой-то причине то собака остается жить в питомнике бесплатно эти питомники на пожертвования здесь содержатся и их довольно много ну вот по поводу кошек точно так же я об этом уже говорила но у меня опять спрашивают что если тут бездомное животное нету нету никогда не бывало вообще бездомных животных никаких здесь очень любят англичане вообще и собак и всех животных отношения к животным просто великолепная кто досмотрел уже до конца друзья хочу вам сюрприз под конец же показать у нас странным образом сегодня я попала на грандиозные скидки в январе же после нового года у нас идут скидки везде на во всех магазинах и вот я почему-то поехала даже не знаю почему я поехала в марк и спенсер я там не было уже давным-давно в этом магазине и почему-то меня туда понесло интуиция я приезжаю а там скидки на всю косметику 70 процентов друзья вы не представляете я там целый час даже больше наверное смотрела все эти коробочки вот вам хочу показать такую красоту это все швейцарская косметика вот здесь вот роз роза видите вот такой вот радианск эмэйзен радиан скрим такой он как бы хайлайтер опять сейчас вам покажу кому интересно в общем он такой нежный 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 ну вот сейчас уже у нас конечно вечер может быть не очень видно но вообще он очень блестит и написано что чудесная основа тут этот крем он очень дорогой он я его купила еще без скидок он у меня уже давно я его без скидок купила за 25 фунтов а сейчас вот я увидела такой же точно там за 550 поэтому зная вот какая цена у этого крема да я вот эти все опять же радианс крема я в основном покупала крема это ультралайт инвизабл в общем для того чтобы не видно было ультра светлый крем покажу он он почти такой же видите вот но здесь немножко побольше здесь 35 а здесь 40 миллилитров это под глазами закрывать как бы такой маскирующий крем очень хороший вот он стоил 950 видите а теперь 380 ну как не купить да я уже вам все коробочки то постаралась открыть чтобы вы видели вот этот довольно тяжелый это оптимизатор какой-то двойной бустер основа в общем двойная усилитель основа под любой крем вот она вот так выглядит видите такая красота опять красиво все упаковано шикарно в руках приятно держать и внутрь и основа усилитель тоже она как наверное сера такой вот у нее гелевый такой гелевый как состав вот и написано что если вы ее нанесете под любую основа под любой макияж под любой тональный крем это будет у вас просто замечательно целый день формула было 13 фунтов теперь 520 но вот опять же понимаете да что ж мы же тоже хоть хотим хорошей косметикой это вот опять формула то же самое косметика это сера уже конкретно гидро дефенс серу тоже она усиливает улучшает состояние кожи усиливает сияние убирает как бы усталость кожи вот такая вот сера здесь ее 30 миллилитров тоже довольно большие все упаковки ведь вот стоило 10 сейчас 4 ну получается 60 процентов скидка да ой но это же друзья я не представляю ну вот еще такой был 1150 стал 350 крем под глазами вот тоже эта формула то же самое вот такой вот маленький очень красивый очень замечательный текстура великолепная написано что круги под глазами опять же убирает все морщинки мелкие улучшает состояние кожи вот представляете сколько я накупила да а дальше я купила вот посмотрите 10 таких очень красивых щёточек для макияжа кисточек для макияжа 10 штук всяких разных эти маленькие для глаз для бровей ну в общем я тоже от эти кисточек полна восторге мягкие нежные замечательные кисточки великолепные вот продолжаю вот это вот я купила когда я узнала что хайлайтер же сейчас надо использовать на косметику вот я купила вот такие вот наборы хайлайтер но я уже им пользуюсь один вот такой бронзовый называется а другой блажь светлый вот такой тоже очень удачные два набора но это уже не сегодня и еще вот такое я купила фиуда бьюти меркурий ретроград называется набор вот такой с огромным зеркалом видно вам вот такой вот замечательный всех цветов тоже тени наносить вот этот вот хайлайтер на веки на брови вот еще я купила себе но это у меня уже как бы тоже куплен не сегодня это вот такой вот сеул корейская косметика это масло для умывания как бы называется вот она вот так вот выглядит видите я тоже уже им пользуюсь видного масло для умывания ой насколько она мне нравится вообще кожа становится просто бархатная после него и он нежный масло это наносите немножко растираете и потом смываете получается что он убирает все все загрязнения все то что ваша куша усталость как бы снимает вот это все 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 ну и вот еще хочу показать вот такой вот я купила себе спонжик знаете тоже сейчас наверное многие уже пользуются очень мягкие очень удобно им надо наносить тональный крем и немножко его на коже он так хорошо растушевывает это все лучше любой кисточки дальше вот такой еще он не показала тоже корейский хайлайтер хайлайтер крем очень хороший крем вот корейская косметика что-то последнее время вы знаете она сейчас выходит на первое место всем нравится ну вот он такой под бровями осветлять может быть кто-то желает немножко над верхней губой немножко средину носа вот так некоторые кто ну как сказать кто не боится то наносят вообще на и на скулы и на лицо не везде вот ну еще вот такой вот вот такая у меня лореаль париж тени это как зеленого моего любимого такого серебристо-зеленого цвета очень красивые ну вот ну вот так вот они выглядят замечательные вот друзья все похвасталась вам наверное всем да думаю что уже если начинаем мы себя преображать то надо все делать профессионально я вот сейчас попала на этот хайлайтер попала нас посмотрела очень много видео в интернете вы тоже можете посмотреть и вот это все стала применять и даже вы знаете вот сейчас покажу вам фотографии если хотите посмотрите и там я просто красавица такая после того как я наношу правильно все это как положено все эти крема и тональные всякие основы то в общем вроде как и 10 лет долой вот так друзья а теперь уже действительно до свидания всего вам доброго увидимся пока пока привет вот иду домой зашла сегодня было мартина целый день и завтра новый год будем с ним встречать а вас всех с наступающим друзья